Всем большой футбольный привет! Мы отправляемся в Слуцк, где встречается вторая и четвертая команда чемпионата прямо сейчас, если смотреть на таблицу после трех туров. И, соответственно, Слуцк у нас в таблице второй пока что, ну и Витебск четвертый. Всем большой привет! Эту встречу для вас прокомментирую я, комментатор сегодняшней игры, Могилюец Илья. Большой привет всему на спине! Ну что ж, Красников дал свой свисток, встречу на отвесно, ну и впереди Абдур Гафар у хозяев под 78 номером, ну и тренирует Слуцк Виталий Павлов. Ну что ж, я уже сказал партнеров и выбивает мяч в аут. Был бой, у нас решил поучаствовать в встрече, выбежал за мячом на поле и судья у нас немножко приостановил игру, но она быстро возобновилась. И вновь Назаренко хорошо через центр пытается выбить мяч от своих ворот, правда на подборе оказались неудачные. Сыграли гости, удар по воротам в исполнении Гафара, после передачи Виталий отрубило и проспали там Клопотский и Сезар. Вот это вот, вот этот кроссысака по геометрии, Калинчук, атаку притормозил, но вновь играет Матвенька Остроумно. Николаевско на оперативном просторе, образа вставит корпус и в руки Тана нельзя было брать Борису под игротовым мячем. Вы смотрите, как высоко поднимается, перевод по мысли на правый фланг хороший, но вот дальше мысли не дошло. Вот удар Тетеренко далековато от створа, но за попытку ставим в плюсик. Калинчука есть, Гафар по флангу, хорошая передача, можно развивать атаку чуть выше Козлов, однокасание на Гафара, из ворот выходит Сорока, а что же будет? Кто что придумает, а куда же там мяч попадает, что там было? Вопрос, какой большой, нужен срочно повторы, как же ругается здесь Сорока и Сезар в этом эпизоде, ну запожарили, тут центральный защитник и галкипер. Правда назад на Назаренко, тут дальше в центр, хорошо на Калинчука, Сильва, есть подключение слева от партнера. Передача в штрафную, кто что там найдется, есть ли момент, удар поворотом и 1-0, он Николаеско открывает счет в нашем матче. У нас идет 30-я минута и Молдаванин, арендованный у Солигурского шахтера, выводит Северян вперед в нашем матче. Ну что ж, Слуцкая-Витебск, 30-я минута, 0-1 в пользу Гастей. Это еще раз предъявив ее бразильцу. Вновь на газоне футболист Луцкого, Вилько в этот раз без нарушения правил, тут же Болбой Чебатаеву мяч возвращает для быстрого ввода из-за боковой. На Козлова тут головой на Вилько, Вилько в штрафную входит против Калинчука, Вилько ударной позиции. И какой же себе момент Вилько создал сам, уже штрафной обыграв соперника. Ну вот удар, завершающий в стадии, оказался вот с носка уже Максим Калинчук и 11-й Антон Матвеенко. Слева в полузащите у ровном месте, хотя можно было распорядиться моментом поинтереснее. Семенов делает еще один кросс в штрафную на дальнюю штангу. Удар! Куанда, про которого мы говорили, центральный защитник, один из трех, про которого мы говорили, может подключиться и подключился к этому стандарту. Но вот удар получился не совсем сильным, поэтому сроки этой карточки. Вилько делает передачу в центр, Марбала пропускает на Козлова, тоже ждет подключения Трубилова. Сам бьет Козлов точно в позицию, где находился не угловой, как в прошлый раз, а со штрафной передачи. И мяч в воротах, один-один, делает счет Слуцкий, делает это Куанда. Какая передача от Козлова, и вопрос у меня к Артеме Сороке. А что ж вы там, молодой человек, делали, куда вы смотрели? Вообще не понял. Он играет назад через левого своего защитника, тот отправляет мяч в штрафную. Неудачный сброс, удар Гуренко, и тут же Панкратов накрывает мяч, словно рысь таким вот прыжком. Мяч, и тут же вводит его на Трубилова, дальше на Козлова. Калинчук через Волкова, дальше направо на Скитова. Скитов подача в штрафную, Диего Сильва удар точно в руки Панкратову. Атака загублена Калинчук, через центр, через партнера, дальше на Северову. Здорово, это его жестко встречает при делах правил образов в этом эпизоде. И вновь Чебатаев начинает атаку своей команды. Чебатаев мяч грузит в штрафную, здесь только Скитов действует неудачно, Умар Балану. Что ж это за удар такой, Умар, Умар. Мог сейчас решать все вопросы Гуренко, кто его встречает, Семенов. Здорово, Семенов здесь доработал эпизод до конца. Катс делает неточную передачу, Вандерсон в одно касание вперед, образом полет мяча останавливает Бабко, того прессингует Катс. Бабко мяч потерял. Галинчук, передача в центр, на Северный. Как же вовремя Борис Панкратов вышел из своих ворот, если бы сейчас... По-моему, Артем Сердюк готовит уже Красников оповестить нас об окончании игры. И все. А на этом Сергей Красников фиксирует о том, что матч между Слуцком и Витебском завершен ничьей. После голов у хозяев Куанды и Николаевску у гостей. Куанды и Николаевску у гостей.